Вот вы знаете, я всю неделю настраиваюсь на вот эту вот пятничную запись своего стендапа и хочется транслировать позитив, понимаете? Вот я снимаю все это, снимали вас, и это настолько тяжело, потому что вокруг происходит такой отец, что просто некоторые вещи у меня просто не укладываются в голове. Я просто не могу с этим жить, я этого просто не понимаю, понимаете? Очень глубоко и качественно не понимаю некоторых вещей. Это настолько меня разрушает, потому что я понимаю, что без этих вещей просто нет никакого смысла идти дальше. Ну вот просто нет. И эти все 10 лет происходит одно и то же. Мы работаем с подрядчиком с вами по порошковой покраске. Вот я вам его даже рекламировал. Вот мы с ним работаем, он раз хорошую работу, два хорошую работу, три хорошую работу делает. А потом присылает нам вот это. Ну как бы я вам там про мусор там и ничего не буду говорить. Тут, короче, блин, просто вот, просто уничтоженная крышка. И здесь можно тысячу отговорок найти. То есть там, то, что у тебя там это другой мастер красил, еще что-то. Вот заклеивание кромок мы прошли в 2012 году. В 2012. Тогда еще порошковой покраски колес появлялись только там единицы в городе. Сейчас это умеют делать абсолютно все. Каждая собака красят этим порошком долбаным. И мы все равно наступаем на одни и те же грабли. Из года в год. Люди занимаются этими уже десятилетия. И вот только вот условно там Димина мастерская может нам сделать такой глянец. Вот никто другой, вот сколько деталей мы где бы не покрасили во всех именитых брендах, никто не может положить такой глянец. Но вот херак и происходит вот такая вот херня. Вот как с этим жить? И это как бы не первая история того, что может быть сделано очень хорошо в одном месте и очень плохо в этом же месте. А что это у нас тут? Что это? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну вы поняли, да, друзья? Радик прислал нам полноразмерный клык для FXDR. Ну в принципе это клык для мелокейтера. Вот мы его наверное еще где-нибудь поиспользуем, например на брейкауте. Ну и короче, если вам, друзья, нужна большеразмерная печать, это конечно же в бокс 3D. Конечно же к Радику. Ссылочка в описании. У него, по-моему, уже вообще лимитов по размерам нет. Во всяком случае в голове точно. Слушай, вообще, кстати, очень адекватно выглядит светлый двигатель здесь, да? Вон такой у него немножко уже потемневший. И вообще незаметно, что здесь нету черного двигателя. Следующая история, друзья. Мы ищем слесаря сейчас. Нам нужна помощь, потому что Дима не справляется. Дима далеко живет. И Дима нам еще и с порошком помогает. В общем, работы много, не справляемся. Нужен слесарь. Слушайте, ну вы мне пишите, что у вас мечта работать в нашей мастерской. Господи, вы знаете, в Ютубе и вообще в интернете можно научиться всему чему угодно. Вот вообще абсолютно. Будучи полным бездарем, за несколько видеороликов можно хотя бы изобразить из себя понимающего человека. Но неужели нельзя залезть и посмотреть, как сделать хорошее резюме? Хотя бы, чтобы себя представить нормально. Я уж не говорю об опыте. Ну понятно, ну там на слесаря, да, ты идешь. Ну явно ты там не МГУ заканчивал. Но не в этом же дело. Ну можно резюме прислать такое, что у тебя и без высшего образования, и без школы тебя захотят взять. Ну неужели, блин, ну люди, ну что с вами? Ну это же элементарные вещи, они просто лежат на поверхности. Просто забейте в Ютубчике, вы смотрите, вы же меня смотрите где-то, вы меня на Ютубе смотрите, здесь же забейте. Как устроиться на работу и создать правильное резюме? Ты хотя бы сфотографируйся, не в туалете. Хотя бы просто нормальную фотографию сделай, попроси, блин, кого-нибудь с нормальным телефоном, чтобы тебя в лесочке сфоткали с листиками или чего-нибудь, чтобы ты хоть чуть-чуть был, чтобы с тобой поговорить хотя бы хотелось. Для начала. Куда мы идем, друзья? Какая, блин, какая кастом-мастерская мирового уровня? Да о чем вы вообще? Понимаешь, дорогой мой слесарь, мне нужно, блин, чтобы ты мне выдавал идеальные детали, чтобы ты брал их со станка, любил их, облизывал и выдавал. Ты себя не любишь, ты себя не любишь. Как ты будешь любить мои детали? Как ты будешь любить детали клиента, который ждет от тебя эту идеальную хрень? Вот что он от тебя получит, понимаешь? Вот, вот вся твоя любовь к тебе, к себе, к своему бизнесу и всем остальным. Если долго улыбаться, мозг поверит в то, что у тебя хорошее настроение. Это меня тренер по хоккей научил. Поэтому улыбаемся, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok И уже готова консолька. Это у нас Milwaukee Eid. Это у нас поедет на breakout европейская консолька в Эстонию, по-моему. Спешили показать, недомыли. Были позитивные новости на этой неделе. Например, ваша реакция на выпуск про фитиля. Мне такие люди позвонили и написали, которыми я уже, не знаю, сотню лет не виделся и не слышался. А тут я просто удивлен вообще, кто смотрит наши ролики. И фитиль, конечно, всем зашел, особенно тем, кто в теме. Чему я, конечно, безусловно, очень рад. И все начали писать там комментарии, что типа почаще бы такие выпуски, почаще бы раскрывать каких-то персонажей. Друзья, где взять этих персонажей? Помимо того, что в нашей индустрии раз-два я обчелся людей, как-то влияющих на то, что происходит вокруг, так не со всеми можно поговорить. Есть персонажи, но, извините, у меня такой сраной козы нету, чтобы к ним не подъехать. Точнее, не знаю, козы нормальной нету, чтобы к ним подъехать и с ними поговорить. Не со всеми есть контакт, поверьте. Поэтому здесь два фактора. Отсутствие персонажей и невозможность некоторых нормально что-либо рассказать. Поэтому с этим будет, конечно, очень тяжело. Формат мне тоже очень нравится. Я бы тоже хотел бы раскрыть очень много образов. Но, поверьте, это очень сложно именно по причине закрытости этих образов. Если бы эти образы были яркие, то мы бы с вами, конечно, знали они гораздо больше. Но мы все равно попытаемся эту тему развивать. И на следующем выпуске у нас тоже будет посвящен одному человеку, очень важному в индустрии. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Так, ну что, я человек простой. Вижу коробку, снимаю распаковку. Приехали подарочки на Новый год, на Рождество или на что угодно. Начнем мы с вами с простого, а именно старичок Арлен Несс, Царство Ему Небесное, прислал нам с вами прямо оттуда, с крылышками от ангелочков. Это у нас нулевички. Но девички у нас с вами идут на все хэпбойчики. Знаете, что я забыл? Я забыл хороший нож взять. Ну и, конечно же, я забыл выключить телефон. В чем у нас здесь прикол? Здесь у нас с вами только непосредственно сам фильтр и крепежная пластина к нему. Непосредственно крепежная пластина с переходником на круглый фильтр, сам фильтр нулевого сопротивления и крышечка к нему. Суть в чем, что мы будем делать свои крышки, то есть будем делать адаптацию под дизайн колес, следовательно, сама вот эта вот закрывашка нам не нужна. Поэтому мы заказали только корпуса. Арлен Несс, хоть я и как бренд его не особо воспринимаю, не так я и не проникся его культурой, но, в принципе, делают качественные ставки. Покрашено, кстати, порошком. В комплекте у нас с вами болтики, прокладочки и все, что нужно, резиночки. Следующий у нас на очереди это вот такая вот ботва от Progressive Suspension. Progressive Suspension это у нас производитель разных подвесочек и самый классный продукт, который у них есть, это вот такие занижающие киты в передней вилке. Первоначально мы хотели в наш жирный фэтбой, который на 131-м моторе, поставить пневму вперед, чтобы он прямо люто дропался иззади, спереди. Но, к сожалению, я почему-то на новую базу не нашел пневмоподвесок, но в любом случае не стали экспериментировать, потому что это, ну, такое рискованное мероприятие. Поэтому мы просто заказали качественный ловер-кит. Это на 1 дюйм, там буквально на 2,5 сантиметра. Занижающая история. Вот такая у нас тут красота. Все это действительно очень круто выглядит. Проставочки разные капролоновые. Ну, короче, че-де-де-де-де. В общем, в итоге здесь пружина. Две у нас демпфирующие пружинки. Кусок сантехнической трубы, естественно. И наш с вами амортизатор, он же демпфер, который вставляется у нас с вами в другое перо. Вот такая вот симпатичная история. Первый раз буду ставить непосредственно этот кит. Так что посмотрим, что это все представляет. Потом заценим с вами. В общем, прогрессивый сэспеншн, респект. Так сказал, как будто реклама. Да сейчас, ага. Так, сейчас я вам покажу то, что вы никогда не видели. Это сцепление. Здесь, опять же, инструкция защиты от русского дурака. Напомню, что это у нас сцепление с вами в 131-й мотор. Это усиленная корзина, потому что есть практика, что 131-й моторы разрывают стандартную корзину и стандартное сцепление. Поэтому мы купили усиленную корзину и усиленное сцепление. Это уже идет как стоковое решение, можно так сказать. Вот здесь написано, что затягивайте все по мануалу. Самая классная посылочка, это у нас с вами подвесочка Armat. И не просто подвесочка, это у нас с вами подвесочка пневма на старый брейкаут. Ну, не старый, предыдущего поколения, так скажем. И здесь есть один прикол, который я вам хочу показать, потому что я сам его еще не видел. О, ничего себе. Короче, у них идет в комплекте клык, под который ты прячешь походу компрессор. Ничего себе. Ну, у нас будет свой клык, поэтому... Дожди, это вообще та подвеска-то или нет? Что-то я уж не узнаю ее, блин. Так, это непосредственно мотор. Блин, какие они стали компрессора огромные вешать. Офигеть, раньше все это как-то было более маленькое. Сейчас прям такие производительные лошадки. Вот такая машина. Блин, нифига себе, он прям солидный. Смотри-ка, а. Вот, это кидается, я так понимаю, на морду у них и закрывается клычком. Здесь у нас с вами набор всякой шлабуды для установки. И самое интересное, вот здесь вот на картинке, вот видите? Короче, во времена, когда я только начинал заниматься кастомайзером, пневмоподвески выглядели, да, очень примитивно. Это было два баллона с воздухом. Но, естественно, американские маркетологи ушли далеко вперед. И теперь у нас с вами подвеска. Это, кстати, подвеска нижнего расположения, потому что это предыдущая база. Следовательно, опять же, тут защита от дурака обязательно. Вот, это у нас подвеска снизу. Ток примерно, как мы сейчас ставим на джотики. Но тут есть свой прикол. Смотрите, что они сделали. Они сделали один амортизатор в виде пневмобаллона. Один амортизатор у нас с вами идет в виде классического воздушного баллона. А второй идет в виде амортизатора, амортизирующей части, которая у вас отвечает за возвратку, чтобы у вас все это не прыгало и не козлило. Вот это вообще царская вещь. То есть, это, в принципе, очень кайфовое решение, очень издабельное. То есть, мы сейчас, например, на джиото что делаем? На самом деле, мучаемся с этим, потому что нам приходится делать обратную камеру. То есть, у нас стоит двухконтурная, значит, подвеска. То есть, она накачивает основную камеру, а потом в обратку подкачивает еще давление, чтобы подвеска работала в две стороны, чтобы она не прыгала и не скакала. То есть, следовательно, издабельные характеристики становятся гораздо лучше. Следовательно, тут все это решено по-другому. И здесь у нас с вами вот так в паре стоит амортизатор с воздушным баллоном. Тема должна работать очень круто. И сейчас, в принципе, все подвески, они делают по такому принципу. Но вот мы с вами покупали Арнет, который идет на Фэтбой, где одна большая, один большой амортизатор, да, сам амортизатор строили внутрь. То есть, там вот эта штука стоит внутри, а вокруг нее сделан баллон. Вот, и это вообще царская история. То есть, как бы, у тебя прям два в одном, в одном корпусе. Но поскольку у нас здесь с вами подвеска раздвоенная, поэтому вот такая тема. Поюзаем, дадим фидбэк. Ну что, давно мы с вами не гуляли. Давайте погуляем. На самом деле, мы сейчас подвисли на том, что у нас идет упаковочка иностранных комплектов. Вот такой красивейший цвет. Вот, поэтому, по сути, сейчас ничего не происходит. Вот, мы тут комплектуем сейчас, сколько у нас, три или четыре комплекта. Так что, поэтому, по Фэтбойчикам у нас потихоньку идет движение с крышками. Укомплектовывается, полируется. Все по красоте делается. Ну и двигается моделинг. То есть, сейчас мы вошли в ту точку, когда, в принципе, будет много-много-много моделинга. И ближайшие, там, новые продукты мы с вами, там, дай бог, к концу января, февраля увидим. Такие вот дела. Вообще, друзья, знаете, я вот смотрю на бизнесы всякие, вот особенно связанные с каким-то ремеслом, да, вокруг себя, и понимаю, что, господи, у нас такой низкий порог качества, что если ты хотя бы мыломальски что-то контролируешь и выдаешь результаты, хоть немножечко заботишься о клиенте, то тебе выстрелить просто вот не составляет ни труда. Потому что вот у нас буквально на глазах тут, особенно ребята, которые приезжают в Москву голодные, там, из других городов, просто вот при банальном подходе, понимаешь, какое-то вот желание выделяться и как-то вот зарабатывать и жить по-другому, просто выстреливают моментально, понимаете. Все остальное просто вот превращается в какой-то звездец. Да, я понимаю, как это происходит. Сначала у тебя есть силы, потом это все превращается в машину с объемами и всем остальным. Теряется этот весь контроль, фетишизм и все остальное. Блин, ну все равно, ну как-то же можно, ну вот у меня же получается хоть чуть-чуть как-то людей перенастраивать, чтобы у них хотя бы какой-то порог вменяемости был, чтобы он смотрел на детали, понимал, что это хреново. Ну блин, ну это же происходит. Колеса так же красивые, готовы. Половина уже упакована. Здесь вот последние стоят, но упаковочку ждут. Продолжение следует... Так, друзья, давно мы с вами не были у дяди Радика, поэтому сегодня с визитом к Радику. Радик, пошли, что так? Куда? Куда? Ну производство, куда? Смотри, что ты фрезеруешь, что ты делаешь. Что, что стоит? У нас был пожар просто сейчас чуть-чуть. Серьезно? Да. Представляешь, мне до сих пор люди присылают твой этот инстаграм и говорят, тут кто-то ворует ваш логотип, тут кто-то своровал ваш логотип. Что, сильно горел? Да не, не успел. У нас виталик спас вовремя. Сейчас вот такая, ребята, называется, не лезть с колхозными деталями, даже в китайский принтер. А что было, расскажи. То есть здесь колхозный вентилятор поставили, ребята, из того, чтобы запас неродной, он стоял неправильно, соответственно. Радиатор вместо того, чтобы охлаждать, драйвер, он грелся. Нагрелся настолько, что вспыхнул. Тут видно, что это очаг пожара, именно он. Фиг речь. Да. Что вам рассказать, дорогие мои? Печатаем много, много, все больше и больше для автотюнинга. Нас это не может не радовать. Хоть мы и любим мотоциклы, больше всего на свете. Но автотюнеры вот все больше. Кормят нас машины. Да, накормить начинают нас машины. Мы очень сильно сейчас продвинулись за счет того, что ребята сканируют сразу полнотелые детали. Ну как, закрывают геометрию сразу же после скана. Прорабатывают скан так, чтобы не нужно было ничего моделировать. Человек получает копию, минуя шаг 3D-моделирования. А это долго и дорого обычно. Ну, не мне тебе рассказывать, сколько это стоит. Ну вот, например, опять же деталька с небольшим нюансом. Его можно поправить. Просто его не заметили. А так вот, пожалуйста, это чистый скан. Никто руками не трогал. Да, это, конечно, офигенно. Мы прямо вот на днях все раздали. Даже показать вам нечего. На принтерах сейчас молочевка. У нас, как обычно, Пикассо вообще не останавливаются. Вот только останавливаются на то, чтобы остыть. Ну, чтобы деталь горячую не усовывалась, чтобы ее не повело. Сейчас полчасика остынет. Снимем и сразу следующий заряд. И вот все большие богатыри работают без остановки. Уже мы недавно считали, кстати. У нас в сумме на 6 принтеров 36 тысяч часов набралось. Это сколько? Это... В месяцах сколько? Ну, это получается сколько? Это полтора года? Полтора года не останавливаются. Да. Ну, это 6 принтеров. Полтора года не печатали, не останавливались. Ну, то есть это эффективные часы. Мы быстренько перемножили за то, сколько мы час продаем. И спрашивали, где эти деньги, непонятно, конечно. Где деньги, непонятно, но вот. Видимо, в них обратно все положили. Воспользуйтесь моментом и случаем, так сказать. Ребята, если кому-то нужен фотополимерный принтер большой, пожалуйста, продаем. Не запустил. Ну, просто на фотополимер нет сил. Ну, просто нет сил на фотополимер. То есть у нас хватает сил на то, чтобы прокачиваться в FDM-печати, для того, чтобы изучать материал, тестировать его, да, подбирать там суперинженерные всякие вот такие вот настроечки. А вот фотополимер изучать отдельно просто из одного принтера. Представляешь, ты уходишь, берешь эти перчатки, все. Вот это вот. И полдня с ним возишься. Это как вонище в этой. Но по FDM-у вот наша история. Мы тут одолжили, так сказать. Ну, как одолжили. У одних ребят стоял принтер на производстве. Стоял он там почти без дела. У нас сердце крови облилось. Говорим, давайте нам, мы его запустим. Это было в сентябре. Ну, то есть мы его запустили, он начал работать, но нас сильно не устроило. У меня же ребята какие, они же все это, идеалисты. Им же надо, если печатать, то вот так вот. Но я, собственно, сказал, мы так печатать не хотим, давайте перестроим. Ну, и вот мы его перестраиваем. Сейчас по уму его собрали. Ну, кто собирал принтеры, знает, что в первую очередь нужна точная геометрия именно рамы всей, чтобы каждый уголок был 90, чтобы все было выставлено. Вот, и при этом мы как бы идем на такой жесткий шаг именно с тем, что жесткая конструкция, понимая, что у нас потом это все может закусывать. Но чтобы это не закусывать, мы разработали ноу-хау. Я потом покажу. Хау-ноу, да. Ну, и нас сейчас очень ждем. Мы приезжают у нас детальки, и там самое прикольное в том, что у нас портал из карбоновых палок. У нас посылочка из Германии недавно пришла. У нас, к сожалению, нигде в России никто не делает и не продает карбоновую экструзию. Экструдированный, соответственно, карбон. 2 мм толщина, при этом волокна расположены так, как нам нужно. И вот если, не знаю, на камере это будет ли? Вот на камеру покажи просто. Будет ли да нет, насколько она идеальная для такой палки. Это же пластмасса, ну, по большому счету. Ну, не пластмасса, да, это я шум. А что прогни ее? А? Какой флекс? Ну, какого здесь флекса-то нет. В том-то себе дело. При этом она весит, сейчас она весит грамм на 450, а нужный нам кусок будет весить 300. О, фига себе! Она ничего не весит. Да, ничего не весит. Ну, а это против веса, который мы сейчас используем, в 4 раза уменьшается. Нам нужен сверхлегкий портал, потому что все, кто строит большие принтеры, они идут путем построить супер жесткую конструкцию, супертяжелый портал, который супер точно ездит, но при этом у тебя на голове, соответственно, супермаленькие скорости. И они туда вешают шнековый инструдер, чтобы вот таким вот куском просто вплевать. Ну, а мы-то пытаемся добиться, например, тех же твоих деталей, которые будут печататься точно, чтобы не было вот этой шагрени. Нам нужен тоненький слой из маленького сопла. Ну, поэтому решили, что мы пойдем путем, куда мало кто ходит. У нас получается суперлегкий портал, супервысокие скорости, с маленькой подачей, с маленьким слоем. Летать будет, дядя. Ну вот, видишь, это у нас все... Инстаграм большой, большой фейк. Не печатаем, видишь, не печатаем. Не, на самом деле... Разоблачение. Да, разоблачение. На самом деле, вчера все остановили к чертям. Ну, все, что было, все сняли, потому что тот пожар как бы дал звоночек. Мы решили все пересобрать. Ну, те моменты, которые там мы нарушили, мы решили этот момент исправить, чтобы у нас не было больше таких рисков, потому что, ну, это, сам понимаешь, да, стоимость всего... То есть вы страховываетесь. Да, 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 потому что мы поняли, что как бы мы буквально в одном месте ошиблись. Но ошиблись, по сути дела, почти на всех. Но благо у нас вот сейчас клиенты все, кто есть на эти принтеры, они у нас... Ну, это все и постоянные, все лояли, мы со всеми там пошифтили сроки. Ну, буквально сейчас день-два, и мы снова все это запустим. Главное, мы большие заказы отдали. Сейчас мы Радику зададим самый интересный вопрос, потому что у него есть Рилс с нашим мотоциклом, между прочим, который собрал 28 миллионов. 28 миллионов. 28 миллионов просмотров, друзья. За месяц или за два ты собрал 40 тысяч подписчиков, да? Ну, смотри, если всю историю взять нашу, мы когда... Я открыл Инстаграм в 19-м году, первый год же мы вообще ничего... Просто показывали фотографии. Ну, вот с момента Рилса сколько ты набрал? Нет, сейчас я просто вспоминаю, я рассказываю, вспоминаю. На запуск Рилса было 4 500 подписчиков, а пока что не Лилса было 40 тысяч. То есть, Рост 10 раз за полтора месяца, что ли. Но там надо понимать, индусов очень много. Так что, друзья, если вы индус, обязательно напишите Радику несколько вопросов. Обязательно на... Формулировка. Индийском языке, да? Да, да, да. Обязательно на хинди. Обязательно напишите что-нибудь из серии, типа, эй, чувак, давай будем вместе работать и... И погнали. Как на мне французы. А Ленда, Женопаля в конце. Да, конечно. Короче, Радик вдохновил многих из нас, так скажем, заниматься этой ерундой, которая ничего не дает. Тиктоком. Скажи, что тебе хоть дало? А я вообще смотрю, просто увидите все, в итоге, ожиданно там не было. 28 миллионов. 28 миллионов, да. Что тебе дало это? 1 миллион лайков. Это мне дало... Ну, во-первых, парни в душу есть. Команда, конечно, тебе понравилась. Тут, ну, бесспорная тема такая. Тем более, что люди, которые занимались созданием этого контента, представляешь, это же как бы это же там хорошая цифра. Ну, да, это, конечно, да. Но в деньги превратить не удалось. Слушай, тяжело сказать, потому что, смотри, тут же, это такая... Фундамент же получился? Ну. Такая инфраструктура. Хлоп нас раскинуло. И потом каждый заброшенный контент, каждый следующий, он давал больше отлика, и он чаще и быстрее попадал в нужную аудиторию. Вот сейчас мы запускаем рекламу, например, на автотюнинг. Хлоп, отлика больше, чем было раньше. Потому что аудитория шире, инстаграм, кстати, все рекомендуют. Ну, конечно, если бы ты продавал конечный продукт, это был бы эффект куда более мощный. Но, видишь, мы не прогибаемся под, так сказать, под тренды. Все же бы на продукт пошли. Причем мой, мой рилс, короче, закидывают в другие группы, и он там, зараза, собирает там по 400 тысяч, по 500 тысяч просматров, а у меня 100. Ну, смотри, у тебя просто аудитория очень... наоборот, да, я плюс скажу. Они очень избирательны, твои товарищи. Потому что это люди, да, с определенным уровнем мировоззрения и широтой. Я вам наоборот, да, мне очень нравится. И они вот на всякую фигню не ведутся. А это значит, что если ты что-то пробрасываешь, что у них там сетки, которые разливаются, нет такой... А люди, которые, знаешь, на все подпросили. Я поэтому, друзья, вы пишите на YouTube, почему у вас так мало подписчиков. Да лучше пусть их будет мало, но они будут все хорошие и свои, чем... все подряд и начинается просто порнуха. Поэтому это не самоцель вообще. Ты не тот продукт делаешь. Да, найти своего потребителя, да, это, конечно, очень интересно. Так что не тебе жалеть о том, что у вас все там не залетает. Да. Че, какие планы? Слушай, планы мы сейчас... Иж, Урал. Нет, мы сейчас... УАЗ. Резиденцию хотим получить из Колково. Начинается. Да. Ну, мы же типа технологическая компания теперь становимся. А завтра что, субсидии? Ну, Потом ты в пиджачке сидишь на совещании о... Понятно. Дай бог никому. Давайте. Друзья, в конце этой недели, наверное, пожелаю вам только одного. Это все-таки ценить и уважать себя. Только без лицемерия. Без лицемерия по отношению к самому себе. А то уж очень сильно у нас это развито. Давайте все-таки объективно на себя смотреть и работать именно над собой. Становиться лучше, любить и уважать в себе это. И внешний мир под это обязательно изменится. Обещаю вам.